Мифы и предания немцев Ямала Рассказал Гаврил Мандаков Гагара Жил как и Нум на небе со своим братом Нга Тогда еще не было ни земли, ни гор и ни людей Каждый из них занимался своим делом Все у них было Вот только Нуму стало скучно Решил Нуму сделать для себя человека Сделал-то сделал, а где поселитель не знает Этот первый человек стал жить на небе Решил Нуму для человека создать землю Долго думал Нуму, из чего создать землю Вокруг море плечется, а земля под водой находится Как оттуда вытащить землю, Нум не знает Долго думал Нуму над сложной задачей Брат Нга своими делами занят и не хотел землю доставать И Нум сам не хотел в воду лезть Плавать-то он не умеет Решил Нуму отправить за землей первого человека Сказано, сделано Позвал он человека и говорит Ты сейчас спустишься под воду И перенесешь немножечко земли Я из этого сделаю тебе большую землю И у тебя будет своя земля Ничего не мог сказать первый человек Но он превратил первого человека в Гагару Полетела Гагара к морю Долго летела Прилетела к середине моря и нырнула в воду Три раза ныряла Семь дней ее не было Первый раз в клюве принесла песок Во второй раз ил А на третий раз принесла землю Соединил он песок, ил и землю Слепил лепешку и бросил на воду Пока он трудился, совсем забыл про Гагару Когда земля была сделана, он ушел к себе в чум отдыхать А Гагара сидела на воде и ждала, когда Нум превратит ее обратно в человека Прошло много времени Но Нум не превозвращался Заплакала Гагара горькими слезами Свела себе гнездышко рядом с водой Снесла на яйцо Одно яйцо бросила Гагара Хозяину воды В знак благодарности за то, что он разрешил вынести на свет землю Когда бросила яйцо в воду Жалко ей стало своего ребеночка Заплакала на горькими слезами С тех пор Гагара стала приносить в жертву хозяину воды одно яйцо И каждый раз заплакала своего ребеночка Поэтому мы часто слышим горькие крики Гагары Гагара горькие крики Гагара